Привет ребят, у микрофона хомиш, и сегодня я бы хотел поделиться с вами последними утечками, связанными с будущими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4000 серии на архитектуре Ada Lovelace. Условные 4060, 4070, 4080 и 4090. Порадует ли нас скачок производительности, что там с предварительными ценами и характеристиками, а также в каком порядке будут выходить эти видеокарты? Тема одна, поэтому наглавы, разбивать ее нет никакого смысла, но от этого она не становится менее интересной. А прежде чем начать, ребят, не забывайте ставить лайки, проверять подписку на канал и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. А еще, вот вам уже привычный спонсор моих видео. Некоторые из вас наверняка задумывались о покупке Windows. Это очень выгодно, можно сделать в магазине cdksales.com. Вот вам, к примеру, ОИМ ключ Windows 10 Pro за 23 бакса. Нажимаем купить сейчас, переходим в подтверждение заказа и здесь у меня для вас есть промокод HM25 на 30% скидку. После его применения ценник снижается до 16 долларов. Далее выбираем способ оплаты. Прямо сейчас из-за санкций работает только Kiwi, но я думаю для многих это более чем удобно. Подтверждаем заказ, получаем заветный ключ, переходим в параметры, в раздел система, вводим ключик и вот ваша система наконец активирована. Все ссылки будут в описании и помимо десятки можно приобрести и Windows 11, либо Microsoft Office и еще много-много всего интересного. Последние утечки появились буквально на днях, а именно 23 июня от проверенного Twitter Insider. Это уточнение по спецификациям, где у 4070 предусматривается версия GPU AD104-275 на 7168 ядер CUDA со 160-битной шиной и 10 гигабайтами GDDR6 памяти. Все это с энергопотреблением в 300 ватт. И в таком случае выходит 4070 очень схожа по конфигурации с актуальной RX 6700, которую AMD аккуратно выпустили в продажу буквально на днях. Там та же 160-битная шина и 10 гигабайт GDDR6. Для многих такая конфигурация шины показалась какой-то непонятной, но ребят, здесь все очень просто. Используется 5 чипов памяти, а каждый чип это 32 бита. 5 умножить на 32 получается 160. И вот он на выходе получается 10-гигабайтный видеобуфер и 160-битная шина. Само собой 4070 по своей производительности будет значительно интереснее, чем та же RX 6700. В ее случае ожидается как минимум 20% отрыв от 3070. То есть по своей сути она конечно немного будет отставать от 3080, но окажется быстрее 3070 Ti. Все это вместе с 10 гигами видеопамяти и достаточно небольшим энергопотреблением. Однако инсайдер уточняет, не стоит ждать какой-то более низкой рекомендуемой цены. В любом случае 4000-е RTX-ы будут дороже по рекомендуемым ценникам, чем 3000-е. Условно говоря, если на запуске рекомендуемый ценник 3070 был заявлен как 499 долларов, то в случае с 4070 можно рассчитывать баксов на 550, а то и на 600. При том в случае с 4080 она скорее будет долларов за 800, если даже не за 850. А за 4090 предварительно запросят 1899 долларов. Но это и не удивительно, ведь именно новый топ покажет самую лучшую производительность. Она ожидается на 56% быстрее в сравнении с 3090. И вот ее итоговая конфигурация. 16384 CUDA-ядра, то есть 128 SM-блоков. И все это с 24 гигабайтами GDDR6X памяти и 384-битной шиной. Энергопотребление ожидается на уровне 450 Вт, это именно показатель TDP. Ну а на деле, в пике, карточка сможет потреблять до 800 Вт. Такой горячий и лютый монстр, но все-таки он будет на 53% быстрее от 3090. То есть, повторюсь, именно новый топ порадует своей производительностью. Вроде даже становится ясно, за что просят аж 1899 долларов США. Что же до 4080? Карта, которая многим может показаться тоже интересной. В ее случае ожидается GPU AD103 на 80 SM-блоков или же 10240 ядер CUDA. Все это с 16 гигабайтами обычной GDDR6 и 256-битной шиной. А энергопотребление ожидается в 420 Вт. Хоть и само собой в пике, 4080 сможет замахнуться в Вт так на 600. И еще в очередной раз уточню. В случае со всей стартовой линейкой 4000 GeForce RTX используется 4-нанометровый техпроцесс TSMC. Возможно, даже Nvidia как-то хочет обыграть всю эту историю с четверками. Вроде того, что вот вам 4 нанометра и 4000 серия. Маркетологи всегда любят обыгрывать цифры. Многие писали о том, что 4000 RTX не могут выйти с такими вот наименованиями. А все потому, что в азиатском регионе не любят цифру 4. Но, ребят, я все-таки думаю, это совсем не та ситуация. И в случае с названиями, они даже фигурировали в слитой документации Nvidia, которая попала в сеть после хакерского взлома в конце февраля. Кстати, оттуда же стало известно, какая будет конфигурация у GPU под 4060 и 4050. AD-106 и AD-107 на 36 и 24 SM-блока соответственно. То есть, 4608 ядер CUDA будет у 4060 и 3072 у 4050. Причем важно понимать, в таком случае условное 4060 скорее догонит 3060 Ti, но вряд ли сравняется с 3070. А 3050 будет близкой по производительности к 3060. Но, опять же, обе эти карты стоит ждать только в следующем 2023 году. А в этом 2022 мы увидим в начале 4090, либо в августе, либо уже в сентябре. Позже в сентябре или октябре 4080, а далее в октябре или ноябре 4070. Все получается примерно так же, как с амперами или тьюрингами, но пока не совсем ясно, когда состоится основная презентация 4000 линейки в августе или же в начале сентября. Но с очень высокой долей вероятности можно говорить о том, что уже на CES 2023 в январе следующего года будет показано 4060. Как бы там ни было, а до этого на CES 2019 показали 2060, а на CES 2021 3060. То есть, по сути, это что-то вроде традиции. Ну и в вопросе цен 4060 явно. Можно ожидать долларов так за 400, а 4050 скорее где-то за 300. В вопросах энергопотребления ожидается где-то 220 ватт у 4060, и я думаю ватт 150 у 4050. Хотя, опять же, конкретно про бюджетку, про начальную ада видеокарту, вот эту самую RTX 4050, мне кажется, говорить вообще рано. Исходя из того, как долго мы ждали 3050, я не знаю, как много придется ждать тоже 4050. Поэтому данная карточка даже не фигурирует в названии этого видео. С уверенностью можно говорить только про 4070, 4060, 4080 и 4090. Да, со временем появятся и тяйки, и точно ясно, что мобильные карты на GPU AD102 мы не увидим, будут только AD103, AD104, AD106 и скорее со временем AD107. Причем есть даже инфа по максимально возможным TDP под эти мобильные решения. 175 ватт у AD103 и AD104 и 140 у AD106. Но мобильные карты это, опять же, совсем другая тема, и их анонса придется подождать до начала следующего года, как это, в принципе, традиционно происходило и до этого. Вот и подошли к концу все основные утечки, связанные с 4000-ми GeForce RTX, имеющиеся на сегодняшний день. Надеюсь, вам понравился этот видос. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных. Удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok